Всем привет! С вами канал Морослайф и в сегодняшнем видео, друзья, хотим с вами поделиться нашим опытом изучения чешского языка. Хотим вам более подробно, наверное, рассказать, как мы его изучаем, как учим чешский язык и ответить на некоторые вопросы, почему решили все-таки изучать этот чешский язык. Спустя два года учить язык. Да, спустя реально два года. Поэтому обо всем по порядку. Усаживаемся, мы начинаем. Итак, первый вопрос, наверное, почему же мы решили учить чешский язык спустя два года в Чехии, находясь. Ну, наверное, первое, что хочется сказать, мы первые года, точнее, первый год усердно работали для того, чтобы забрать ребенка. Мы не совсем понимали, что нам нужен будет чешский язык, типа, огой, нас хле и хватит. И заплатим карты, как всегда. Вот это самые популярные фразы. Не, на самом деле мы скачивали приложения, мы изучали там какие-то моменты элементарные, то есть приветствия, прощания, там как взять, как спросить, как пройти. То есть вроде бы кажется, что этого достаточно. То есть вот этих приложений, вот этих ютубов, допустим, там где есть бесплатные уроки. Все вроде просто, классно, понятно. Тем более потом уже через год нам помог карантин, потому что мы сидели дома, да? Мы ничего не делали и решили, давай, наверное, мы пройдем с тобой хотя бы базовые вот эти там 40 уроков. Мы решили пописать чешские языки, тетрадки. Да, потому что Игорёк сказал Алине, что если мы будем писать, то оно чуть-чуть запомнится. Надо школьники. Школьный годов. Школьная база, наверное, такая далась. Ну, на самом деле, чуть-чуть понятно, да, было после того, как начали писать, но... Школьный запас-то от этого он не расширяется, если ты его не учишь, то оно как бы само не приходит, к сожалению. Да, поэтому решили, что классно все вроде бы понятно. И поначалу, знаете, на работе, особенно когда уже к тебе обращаются, они уже... Они уже к тебе привыкли, их уже тебе хватает. Тебе уже хватает этого уровня чешского, думаешь, да, нормально, в магазине понимают, на работе понимают, в автобусе можно купить проездной, все. Что еще надо? Точнее, ребят, делают вид, что понимают. Потому что иностранцам, на самом деле, здесь много разных иностранцев, не именно украинцев, а это и россияне, это и белорусы, это и вьетнамцы. А вьетнамцам вообще для них так тяжело с ихого тень-мень-мень говорить там на чешском, могу, на склэданоу, деку, и у них такой акцент, конечно, смешной. Но дело не в этом. Дело, на самом деле, в том, что реально нужно учить язык. И сразу же переходим, знаете, к такому второму вопросу, это кому нужно учить и для чего это вообще нужно. Ну, понятно, что никто никого заставлять не будет, это в первую очередь. Если вы сами не захотите, то никто не будет за вас учить этот язык. Мы для себя решили, что вот с весны, когда еще писал я stories в инстаграме и записал там отдельное видео по поводу того, что мы решили чуть-чуть поменять свою жизнь в плане языка, и мы ставили себе эти цели, но они так, значит, откладывались на потом, на потом, потому что, ну, вроде бы, да, вроде бы, галочку можно поставить. Да, мы учим язык, да, будем учить. Но в этом году решили кардинально, то есть, изменить свой подход и свое изучение, и сделать это через школу, через языковую школу. Отдельная благодарность, спасибо, конечно, большое, это Юле и Максиму, через которых мы узнали о существовании этой школы. Да, Юля в каждом видео рассказывала, чехи институт, чехи институт, мы как-то мимо-мимо, а потом сами подумали о том, что, блин, надо, наверное, и нам через какую-то языковую школу, и почему бы это не будет эта школа. Потом мы все-таки решили обратиться в эту школу, узнать все условия, и условия нам понравились. Как подход этой школы к изучению, сначала мы так, как-то так, не совсем, ну, лично я была так настроена, типа, ну, а один, курс начинаем сначала, в принципе, что мы там не знаем, что мы там знаем. Давай начнем с того, что, как изначально мы, знаешь, как бы думали, а один или а два, ну, ну, что-таки, а один уже, вроде бы, такие шарищи, уже два года тут чехи. И на первом таком уроке, пробном уже сказать, мы такие, так, мы знаем, а один, что там, и сем, а гой, там, на скле, и так дальше. А потом, как в итоге нам задают вопросы по А2, мы такие сидим и... Ну, ты сидишь, я не проходил. Ну, я, да, сижу и понимаю, что никакого там А1 даже и не пахнет вообще ни разу. В итоге сейчас мы вот изучаем... Не один, а А2 у тебя. А, точнее, А2, да, извиняюсь. Вот, в итоге понимаешь, что нужно начинать все с нуля, и вот сейчас... С разовы, с базы самой. Да, с начала алфавита, можно так сказать, с первого урока, да, и погнали дальше, дальше. Но, возвращаясь к школе, то есть, да, мы нашли школу. Почему именно остановились все-таки на этой школе? Первое, это то, что нам посоветовали друзья наши. Второе, это... Которые сами там учились. Да, и учатся, кстати, дальше сейчас учатся уже на других курсах. Второе, ребят, это то, что там все учителя Чехии. Плюс это было онлайн, очень удобно, когда ты находишься в... У нас есть в группе ребята из Украины, с России, вот мы вообще из Чехии, ну кто откуда. И все сидят просто за компьютером и занимаются. Очень важная, кстати, вещь, что нужен будет компьютер. С телефона заниматься не получится, компьютер и вперед. Может, конечно, в будущем и получится. Почему? Потому что кто планирует, конечно, изучать язык, зависит от того, в какой программе будут работать. Сейчас они работают в специальной программе, которая поддерживается только на компьютерах. Плюс информацию они дают в электронном виде, то есть учебники, тетради скидывают в электронном виде на самом начале занятий. И, то есть, ты видишь уже, можешь повторить пройденный материал в электронном виде. Ты открываешь это, например, у меня это все в телефоне, я всегда могу на работе, если есть время, я могу посмотреть и вспомнить, что было на уроке. Даже советую делать это как в электронном виде, потому что ты работаешь на компьютере с чешской раскладкой. И ты практикуешь набор текста на чешской клавиатуре, на чешском языке. То есть, ты уже запоминаешь, где стоит чарка, где стоит гатчик, где краткая, где блогая. Да, это очень, кстати, интересно, как уже прошло 5-7 уроков. Ты уже понимаешь, что ты уже автоматически сам набираешь и не подсматриваешь, как это нужно правильно. Да, потому что в телефоне вот я пишу сообщение, там уже готовые слова выпадают с этими наголосами. Конечно, уже легче и тебе уже думать особо не надо. Вставил слово и пошел дальше. Но на самом деле практика на клавиатуре это совсем другое. Ты запоминаешь намного лучше это все. Вот, поэтому еще один из важных моментов, опять же, это на выбор, когда вы там покупаете курс, выбираете либо онлайн вам будут присылать задания, либо книжки по старинке, там тетрадки, фракционные сэшиты, как они называются. То есть, вам будут там отправлять и вы будете уже сами по ним делать домашние задания. Ну и самое важное, кстати, ребят, это домашние задания. То есть, их много, сразу скажу, что их много очень и их много по факту нужных. Это не просто так, знаете, домашние задания, потому что домашние задания и все. Плюс ко всему информации предоставляется в достаточном количестве. Разборы на каждом уроке домашних заданий. Ну, короче... Ну, кстати, идет полтора часа и я думала, что, о боже, полтора часа это так много. А на самом деле первые полчаса вообще улетают, а потом ты просто как бы вообще за временем не следишь. И такой уже 5 минут до конца урока ты такой, в смысле? Ты только начал что-то понимать, уже конец урока. То есть, захватывает все такое, твое внимание на уроке. То есть, туда прям... Ну, когда подходишь с интересом, конечно, то это очень интересно. Да, когда есть мотивация, интерес, и ты сам хочешь, не тебя заставили, а ты сам решил это сделать. У тебя есть мотивация, у тебя есть желание это учить. То есть, у нас было желание, у меня, по крайней мере. Желание есть учить, изучать, потому что, ты знаете, переходишь все-таки на второй такой, можно сказать, либо третий уровень, не знаю, у кого какой уровень, там, не по знанию языка, а по тому, что для тебя открывается другой мир уже, другие двери, где ты можешь уже спокойно усовершенствоваться, как в новой работе, в новой должности, повышение квалификации. Для того же экзамена, для ПМЖ. Кстати, ребят, кто сейчас в Чехии тоже по ВНЖ, по рабочим картам и планирует в будущем сдавать экзамен ПМЖ, а с этого года, 21-го, с августа, если я не ошибаюсь, то уже будет А2 курс, напомню, не А1, как было раньше, то есть там, где можно было просто показать пальцами влево-право, вперед-вниз, а уже посерьезнее, то есть нужно составлять предложения, писать и так дальше. Кто хочет ознакомиться, что такое А2, в Гугле вбивайте, изучайте. Плюс ко всему, первая попытка будет бесплатна, а следующие уже будут по 2 500 крон, то есть было 1500 крон, сейчас будет уже 2 500 крон, то есть если ты не сдал с первого раза. В любом случае, я уверена, что когда придет это время, каждый над этим задумается, при получении ВНЖ сядет и подумает, а какой же у меня там уровень, а хватит ли мне там даже написать, думать, сидеть, думать, так, надо мне, наверное, пойти подготовиться, но как по мне, так лучше сейчас это все подтянуть, свой уровень знаний, выучить, а потом просто это все время практиковаться до получения этого ПМЖ. В любом случае, это вложение в себя, вложение в ваше будущее, то есть те люди, которые планируют оставаться, или хотя бы работать на какой-то более-менее должности, где есть чехи и придется коммуницировать, то чешский учить просто так, он в голову не приходит, вот вам пример, ну как бы не пришло, оно так с космоса, оно не укладывается просто, если ты его не учишь, то оно нигде не берется, то есть ты там запоминаешь, слышишь, как чехи общаются, но чехи говорят про себя, а когда ты будешь рассказывать про кого-то, например, там уже совсем другая речь, должен перефразировать это предложение, и ты уже такой, о, подождите, что я уже рассказываю, уже непонятно. Уже рассказываешь просто про кого-то непонятного, они кивают, думают, да, 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 уже говори что-нибудь, говори, закончи и пойдем дальше уже там делать свою работу, потому что ты просто, называется, Галь, язык без костей, говорить уже что хочешь, то есть твоя моя не понимать, и все отлично. Вот, покивали ривами друг к другу. Да, хорошо, если бы покивались и такие чехи, которые лояльны, а есть чехи, которые не очень любят... Есть, да, которые отворачиваются. Иностранцев, и когда ты разговариваешь, там, непонятно, то они думают, что ты, блин, тут уже сколько времени, а ты еще не знаешь чешский язык, как так? Да, ну, это понятно, что никто не знает, сколько вы там времени находитесь в Чехии, но когда вы там уже составляете какое-то предложение, особенно, допустим, если это звонок по телефону, то могут сделать просто вид, что вас не понимают просто, и положить в руку. Да, и не хотят разбираться. Это уже было, и у нас такое было. Да, это такой пиночек, когда тебе постоянно что-то там кривит лицо, и тебя не понимают, и думаешь, блин, надо что-то делать, нельзя так... Нет, на самом деле есть два варианта, либо делать, либо не делать. Ну, да, либо такой, типа, ну, ладно, ничего страшного. Какой вам нравится. Ну, блин, я вот выучу, я тебе позвоню в следующий раз, я тебе расскажу. Для кого еще важно? Для, наверное, студентов, которые планируют приезжать учиться в Чехии, потому что обучение в Чехии на чешском, бесплатно, и, соответственно, для этого нужно, я думаю, минимум А2, да, и Б1 уровень, конечно, и выше. Ну, все зависит от какой специальности. Вступительный экзамен однозначно нужно будет сдать А1-А2, наверное. Ну, я точно не знаю. Ну, мы по этим вопросам не специалисты, мы не знаем. У нас Чехинститут, они этим занимаются, они занимаются и нострификацией диплома, там, во среднем образовании, если вы хотите поступить в университет, то они подскажут, какой вам нужен курс. Мы приехали работать, нам было, в принципе, все равно, кто нас понимает, кто нет, мы вообще не собирались тут, по сути, и жить. Ну, да, были, были такие... Поэтому, а когда мы задумались о том, что уже приехал ребенок, и тебе нужно коммуницировать и с учителем, и с доктором, и везде тебе нужно коммуницировать, то, ну, как бы, тут вообще вариантов нет. Не учить язык, я считаю, что это глупо. Лично мы, по своему опыту, скажем, что нам некомфортно непонятно разговаривать, коммуницировать с людьми, которые... Когда они сто раз тебя переспрашивают, а ты говоришь одно и то же, они все равно тебя не понимают. Ну, то есть, это как бы... Это такой дурный пример, мне кажется. Уровень твой, да, не растет, не меняется, ну... Может, конечно, с этим кто-то не согласен, ребят, это, конечно, ваше мнение, ваше право. Мы сейчас говорим о себе, о своем опыте. Да, есть люди, которые считают, что они знают чешский язык. Но, по сути, они разговаривают так же, как и мы, только у них немножко больше какой-то там словарный запас, и там люди, которые живут, например, на Западной Украине, то у них, в принципе, очень схожий их язык и чешский язык. И вот этот вся... Набор этих трех, так сказать, языков считается, что это чешский. Но если их послушать, то это не чешский язык. Как происходит обучение в школе? Вы приходите, ну, как приходите, подключаетесь на урок, видите учителя онлайн. Когда вы отвечаете, вас вызывают и вы отвечаете, то вас тоже подключает учитель, то есть вы видите себя, учителя, или еще подключают собеседника, когда ты проходишь диалог. То есть это прикольно, как по мне, было интересно. И это, кстати, очень так подталкивает к тому, что нужно подготовиться, потому что тебя подключат, и ты должен не тупить, а что-то выучить и что-то сказать. Поэтому мотивация такая, прочитать урок перед уроком, прочитать домашку, там подготовиться. То есть не просто посидеть на уроке, а как бы еще как-то надо там участвовать в этом уроке. Но все на самом деле как настоящий урок, то есть как в обычной школе все одинаково. Вы читаете, вас поправляют, читает учитель, носитель языка, все как бы разбирает по полочкам. Если что-то непонятно, спрашиваете. То есть такой урок насыщенный. Не такой же вода одна льется там, а именно такой дискуссии идут, и обсуждения, и новый материал подается, и разбирается. Если что-то непонятно, всегда повторится. 150 раз, конечно же, нам непонятно. И одно и то же девочки нам рассказывают, как будто стирается память, и обратно возвращаемся к тому же самому. Кистокам. Да, но на самом деле, ну это как бы так... Но это на самом деле трудности, которые возникают из-за того, что ты недоучиваешь. Ты думаешь, вроде там посмотрел, там вроде все понятно, в принципе, и все. И сложность в том, что русский и украинский язык очень похожи на чешский, и кажется, что если я скажу там окончание, как и у нас в нашем языке, то типа прокатит. На самом деле это распространенная ошибка, потому что нужно читать и видеть на чешском, как написано, а не так, как вы думаете, как оно там звучало. То есть реально очень важно слушать. Я понимаю, это тяжело делать онлайн, и сейчас, когда ты находишься, допустим, в Украине, там, либо в России, там, и нету практики. Мы на практике, конечно, и то делаем кучу ошибок. Вроде кажется, это что... Практика какая? Чехи-то разговаривают, не мы разговариваем, поэтому мы слышим, как нам учительница сказала, у вас чешский в ушах. Он в ушах, но он не во рту еще. Только пока в ушах. Чехи красиво разговаривают, правильно и быстро, а когда ты начинаешь разговаривать, то это такое себе. Но через время, конечно, уже когда проходит, там, 10-15 уроков, уже понимаешь, что в голове уже чешский, начинаешь думать по-чешски. Классно, что мне понравилось. Темы такие берут в этом... на этих курсах у Чехи-института, что там знакомство, как познакомиться, как поприветствоваться, как себя представить, рассказать, где ты живешь, быть в ресторане. То есть это реальные вещи, которые вот база нужны. Как быть у врача? То есть как ты планируешь свой год? Работа, да. Да, где ты работаешь? То есть обычные обиходные вещи. То есть если все думают, что ты сейчас пришел, и тебе так сразу, хопа, весь чешский там язык тебе, вот, пожалуйста. Нет, уровень первый, который мы проходим, реально очень полезные обиходные вещи, фразы, которые ты там сможешь уже и в магазине нормально объясниться, и в транспорте, и на улице. То есть не будешь уже падать в обморок, когда тебе подходит чех, и ты такой, эээ, не знаю. Что его ответить? Не знаю, ничего, я туриста. То есть уже какая-то такая набор базовых предложений, слов, самых нужных, вот реально. Я что-то ожидала, как-то забываешься, что это первый начальный уровень, и думаешь, так, где там информация суперсложная, суперважная, когда я уже чехом стану. Суперсложная информация на самом деле тоже достаточно, это склонения, падежи, окончания, единственные множественные числа, там всего просто тьма и уйма, очень много таблиц. Да, даже до начального уровня достаточно очень много полезной и правильной информации. Но самое важное, это то, что оно всё идёт поочерёдно, и если вдруг... И повторяется. Да, и повторяется. То есть на каждом уроке можно повторить ещё предыдущие темы, это очень важно. И мне тоже очень больше всего, наверное, понравилось, что мы выбрали не индивидуальное обучение, потому что есть вариант индивидуальный, когда ты тет-а-тет с учителем, вот, а выбрали групповое. Почему? Потому что ты видишь, как кто-то занимается, ты видишь, как кто-то изучает, и ты плюс с ними ещё общаешься. То есть общаешься, но это новое, опять же, знакомство, это раз. Второе, это общение между собой. А когда, знаете, вроде ты отвечаешь на вопросы, всё понятно, всё классно, а потом лбом к лбу сталкивает двух незнающих чешский язык, и ты такой... Загрузка и пошло. Не знаешь, что говорить, как, что спросить. Ну, то есть, вроде бы, кажется, вот она, чепуха элементарная. На самом деле, это та же практика. На индивидуальном курсе ты будешь общаться просто с учителем, а на этом курсе ты как бы... Ну, это на любителя. Есть такая мотивация подучиться, чтобы не выглядеть каким-то... Это на любителя, конечно. Кто хочет индивидуально, пожалуйста, может индивидуально покупать, допустим. А мне, допустим, нравится то, что в любого занятия ты общаешься, как бы все любишь. Постоянно тебя вызывают, и нету такого ощущения, что тебя там забыли, не спрашивают. Ты постоянно в работе, даже у нас около 10 человек в группе. Максимальная группа по 10 человек, у нас 8 человек в группе. Да, и очень много времени тебе тоже уделяют. Не, ну круто на самом деле. Ну и самый главный, наверное, вопрос, ценовая политика. Цена, кстати, очень доступная. Цена была... Мы покупали по 6 тысяч крон за курс. Мы договорились, кстати, о скидке для наших подписчиков. Попросили Чехинститут сделать специальный промо-код. Он есть под видео. Поэтому, ребята, всем рекомендуем, кто желает изучать, усовершенствоваться, кто желает оставаться и получать ПМЖ в будущем. Это все равно придется его выучить. Это 100 процентов. Сам ты его не выучишь. Если тебе какой-то там, я не знаю, волшебный пинок только не дадут, то в любом случае вы вернетесь к этому вопросу изучения. Или будете сами сидеть его там, зубрить, и не понимать, откуда это взялось. Э-длоу-гэ, а тут э-краткое. То есть, ну, вот пример, не приходит оно без практики, без объяснений. И просто так вот, сидя или работая с чехами, чехи сами рассказывают, что я сам как бы до конца толком не знаю чешский язык толком, потому что он... Он реально сложный и очень много грамматики. Мы так в школе тоже так учились, лишь бы отучиться, и все. А тут девочки с педагогическим образованием, с лингвистическим или, не знаю, филологическим, я не знаю, как это сказать правильно, которые уже знают все эти правила. То есть, это как учитель в школе у нашего ребенка, там, учитель чешского языка. То есть, это такой же учитель чешского языка, только уже ученики и дети. Поэтому всех приглашаем по этому промокоду. До конца августа на все абсолютно курсы скидка действует 5%. Поэтому переходите, вводите промокод и получаете свои бонусы. Курс длится 2,5 месяца. То есть, этого достаточно для того, чтобы, наверное, даже на начальном, первом уровне заговорить по-чешски. Да, там будет 26 уроков, и дальше уже в зависимости от курса будет все разъяснение. Поэтому переходите на сайт, вводите промокода, получайте бонусы от канала Мороз Лайф. Ну что, ребят, вот такой вот получился отзыв. Вот и наше мнение, наш опыт. Кому было интересно, поддерживаем это видео своими лайками, делимся своими комментариями, мнениями. А мы увидимся уже с вами в следующем выпуске. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.